Талибан играет на своей стороне. Вообще, Талибан — это порождение Пакистана и частично Китая. Вот я, честно говоря, не знаю, почему в мире нет такого серьезного разговора, а кто породил этот Талибан. Ну вот вы, человек, который имеет много всяких интервью, источников информации, вот вы всерьез верите, что какие-то там крестьяне способны взять моментальную власть в стране, да еще при наличии армии и прочее, прочее, прочее. Мы же знаем прекрасно, что Талибан создавался Пакистаном. И даже в американской дипломатии, я сейчас не помню, там какое-то было сокращение, которое Пакистан, ну типа Пак-Ав, что ли, как-то Пак-Ав какой-то там кантриц были, потому что Пакистан-Афганистан — единый анклав, единая, так сказать, территория. Ведь на самом деле победу одержал не Талибан, а победу одержал Пакистан. А почему Китай? Потому что Китай в конфликте с Индией является союзником Пакистана. То есть там своя клаака, так сказать, свои противоречия геополитические. Китай до сих пор не имеет прочных отношений с Индией, там у них конфликт серьезный из-за территории. И у Пакистана такая же, извините, такая же фигня с Индией. А Пакистан одно время вроде бы шел по нормальному пути и имел шанс стать нормальной цивилизованной страной. Но потом он свернул, а сейчас он, по сути дела, поддерживает реакционные режимы. И Талибан – это просто его продолжение в виде реакционных исламистских структур, которые полностью содержатся в военном отношении, в политическом отношении, в финансовом отношении, в организационном отношении и так далее. И Китай, конечно, тоже помогал Талибану, поскольку они с Пакистаном имеют свои сложности с Индией. Вот такие расклады. На мой взгляд, я могу ошибаться, хотел бы более таких серьезных экспертов выслушать. И, естественно, Талибан опирался на мощнейшую поддержку огромного исламского государства под названием Пакистан. Пакистан, я напоминаю, крупнее России. Вот если кто еще не понимает расклады геополитические, то я могу сказать, что Россия-то уже на 11-12 месте по населению. А впереди и Пакистан, и впереди Бангладеш, и стремительно нас там догоняет по числу населения, и даже Вьетнам и так далее. Я уж не говорю про Китай и Индию, которая в десятикратное имеет преимущество в людях над Россией. Поэтому огромная 200 с лишним миллионная страна Пакистан фактически создала движение, которое подмяло под себя соседнюю страну, сделав ее естественным буфером, сделав ее естественной подконтрольной территорией. И никто Пакистан за это не осудил. И вот это проблема для меня. Для меня лично проблема. Я не могу понять, почему Пакистан сейчас никто не осуждает. Хотя мы понимаем, что это ужасный приход вот этих отмороженных, диких варваров, которые сейчас начнут ввергать страну в Средневековье, которые уничтожают вообще все права и свободы, даже не политические, а вот общечеловеческие, которые обладают звериной жестокостью, абсолютно тупым менталитетом и так далее. Ну, вряд ли я найду какие-то эпитеты положительные для этого движения. Тем не менее, Пакистан вроде как в стране. Типа это я не я и хата не моя. Вот. Но не знаю. Вот для меня это загадка. Главный финансовый источник для талиба – это саудиты. Это Саудовская Аравия, которая тоже исповедует, в отличие от Ирана, суннитскую версию ислама и которая, так же, как и все идиократические режимы, озабочена распространением своего влияния. Поэтому денег в Саудовской Аравии, благо у них там есть нефть, а нефть дорого стоит, они не жалеют. Что касается оружия и конкретных лагерей, то это, конечно, Пакистан. И здесь вот эти два активных участника конфликта – Пакистан и ближневосточные саудитские, в частности, игроки – они поддерживают деньгами и другими ресурсами талибов. У самих талибов, естественно, денег нет, а не может быть, нефти у них нет. Что касается других природных ископаемых, то для их добычи нужны инвестиции и технологии. И ни того, ни другого, естественно, Мухаммед исламистам не представил. Представить это могут только западные страны или, возможно, Китай. Поэтому экономических ожиданий хороших нет. И, опять же, именно поэтому есть все основания думать, что, как и в первый цикл своего правления, талибы будут вынуждены значительную часть усилий тратить на культивацию мака и, соответственно, производство героина. Есть ли информация о том, кто их финансирует? Вообще изучали ли этот вопрос? Нет, у меня нет таких данных, которые я бы мог огласить как абсолютную верную правду. Я думаю, что на самом деле источников много. И мы знаем, что во время пребывания 40-й армии в Афганистане те грузы колоннами, которые доставлялись в Афганистан, ведь мы, 40-й армия, вообще большую часть сил и средств вынуждена была тратить на охрану колонн, которые доставляли материальные ценности вооружения и боеприпасы, и разные другие грузы, потому что и тогда оппозиция нападала, захватывала и получала это свое владение. Я думаю, что, какие данные у нас есть, что афганцы умеют делиться всем, и талибы. Ну, талибы, надо понимать, что талибы – это не что-то такое абстрактное. Талибы – это практически представляет наиболее прогрессивных сил пуштунского народа, который есть самый многочисленный, главенствующий народ в Афганистане. И движение это возникло как раз после вывода войск 40-й армии. И они организовались для того, чтобы свернуть тогдашнее правительство на джигулы партии, народно-деморатической партии, и создать, в общем-то, мусульманский Афганистан. Это не есть какая-то группа террористов. Это практически народ самый многочисленный. Если говорить о Талибане сегодня, у него появилось политическое крыло, оно базируется в Катаре, раньше такого не было. Вот насколько современный Талибан отличается от себя самого, скажем, десятилетней давности? То есть это уже другая структура? Ну, понимаете, это одна из загадок. Мы, конечно, мало что знаем о Талибане как таковом и какова там произошла эволюция. Но первые ласточки говорят о том, что изменений, в общем-то, и нет. Изменений нет. Но я бы сказал так, что изменений, очевидно, нет во внутренней политике и в религиозной ориентации этой группировки. Но и есть изменения в международном плане. Ну, чего там, когда, значит, создавалась эта зарубежная делегация для переговоров с американцами, какие цели ставили, ну, американцы, во-первых? Ну, американцы прекрасно поняли то, что Талибан — это все народные движения. Это организация, которая представляет определенные народные, может быть, большинство, Афганистана. И, во всяком случае, крупная его часть. Поэтому, конечно, ясно, что в той или иной форме Талибан будет у власти. Это было американцам ясно еще много лет назад. И поэтому, значит, это, так сказать, переговорный механизм за пределами Афганистана создавался. Афганцы чего хотели? Афганцы, во-первых, хотели высвободить из тюрем американских своих лидеров. Это было задача номер один. Второе. Я уже упомянул, что им было ясно, что с американцами какой-то разговор надо вести. Афганское правительство. Афганское правительство на самом деле была та организация, которая искала место для талибов, где они могут вести разговоры с американцами и с другими международными представителями. Значит, были поиски в Турции, ибо Турция хорошо относилась к Афганистану, к афганскому правительству. Было бы в Саудовской Аравии, потому что Саудовская Аравия тоже пыталась половить рыбку в мутной воде Афганистана. Но в итоге, значит, сошлись на Катаре, потому что Катар достаточно хорошо относился и к талибанам, и к Афганистану в целом. Значит, вопрос о том, насколько серьезно вот это представительство в Долхе, насколько оно серьезно представляет талибанов в Афганистане. Но надо сказать так, что они представляют верховную, так сказать, верхушку, такую иерархическую верхушку. Но надо иметь в виду, что талибан сам очень разный в самом Афганистане. Все зависит от провинции к провинции, от местности к местности, от этнической группы, которой принадлежит талибан, до этих самых внутренних правил, внутренний режим очень разный.